Субтитры создавал DimaTorzok Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Российская Федерация хотела бы скорейшей нормализации ситуации в Абхазии. Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле, сказал представитель Кремля журналистам. Двусторонние отношения России и Абхазии – это очень важный приоритет нашей внешней политики, подчеркнул Песков. Абхазии – это очень важный приоритет нашей внешней политики. Абхазии – это очень важный приоритет нашей нашей страны. Абхазии – это очень важный приоритет нашей страны. я у 이거 instrdas алтарагба я какой то я в а ом и во ь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Руководство Единого Духовного Управления Мусульман Абхазии призывает народ к спокойствию, взаимному уважению, взвешенному поведению, решению острых вопросов, которые возникают в жизни страны в рамках закона по совести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я бы предостерег все горячие головы от каких-то экстремистских действий в отношении сегодняшнего народа, который фактически взял власть в свои руки. Поэтому народ контролирует, у нас все под контролем. И я думаю, что в дальнейшем, после отставки президента, все пойдет по своему руслу. И я думаю, что мы здесь все заинтересованы в спокойствии. После долгих переговоров между оппозицией и властью, вечером Аслан Бжане сделал заявление о том, что продолжает работу, а также все государственные структуры в республике, главы районов и городов. События сегодняшнего дня очередной раз поставили нашу республику перед большими проблемами. Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах, и будут работать дальше. В результате массовых беспорядков 14 человек были доставлены в республиканскую больницу. В селе Тамщ президент Абхазии Аслан Бжане провел заседание Кабмина. Глава республики пообещал стабилизировать ситуацию в стране. Уважаемые коллеги, несмотря на попытку совершения государственного переворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы, подчиняясь поручениям и приказам президента. Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем правовое правовое условие. На встрече с президентом главы министерств и ведомств отчитались о работе в сложившихся условиях. Далее состоялось собрание в поддержку главы государства. Сivilизационный способ надо решать все вопросы. Вчера была попытка государственного переворота. Тем не менее, все службы работают в штатном режиме, даны соответствующие указания. Мы выполняем поручения действующего президента республики Абхазии, которого выбрал большинство населения нашей страны. И вот сегодня решили организовать встречу для обсудения дальнейших вопросов. Сторонники политического курса главы государства собрались и у здания Гудаутской администрации. Тем временем оппозиция сформировала Координационный совет по выходу из политического кризиса и введение переговоров с властями республики. Была направлена делегация из числа депутатов по главе со спикером Каслану Бжане, которому было предложено добровольно уйти в отставку. Однако он попросил время. Не знаю, сколько времени это потребует, но мы намерены добиваться своего. К сожалению, ситуация напряженная. В республике политический кризис. Просим всех неравнодушных граждан прибыть к администрации президента и поддержать протестующих. Оппозиционные паблики распространили информацию, что президент якобы ночью пытался собрать совбез и уговорить силовиков провести штурм захваченного оппозиции правительственного комплекса. А также, что глава государства потребовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации. Однако данная информация не соответствует действительности, заявили в оборонном ведомстве. Информация в интернет-ресурсе, а именно абхазский портал, где говорится о том, что я получил от президента республики Абхазия задачу о передвижении военной техники, не соответствует действительности. Также в социальных сетях распространилась информация, якобы происходящее в республике поддерживается абхазской интеллигенцией и членами общественной палаты. Общественная палата Абхазии призвала власти и оппозицию урегулировать конфликт за столом переговоров. В обращении подчеркивается, что обе стороны несут ответственность за судьбу народа и республики и должны вернуть противостояние в правовое поле. Общественной палатой Абхазии была сформирована группа для переговоров между властями и оппозицией с целью поиска различных путей урегулирования политического кризиса. Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией и законодательством республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог, говорится в заявлении. В связи со сложившейся острой ситуацией в республике высказываются ряд абхазских и российских общественных и политических деятелей. Понимаете, то, что говорят, что кризис возник из-за того, что какой-то закон инфестационный собирался наша власть, абхазская власть, парламент принят, это аргумент ничтожный. Поясню почему. Понимаете, таких вопросов перед Абхазией будут сотни тысячи. В дальнейшем нашем развитии, если, конечно, Россия нас не бросит. Знаете почему? Такие вопросы будут возникать. Потому что, когда две страны, два государства заключают какие-то договоры, тем более союзнические, такие вопросы всегда будут возникать. Там будут, конечно, вопросы к обоим сторонам. Понимаете, если каждый раз по каждому вопросу, если кому-то что-то не нравится, политическим деятелям, политическим силам, каждый раз призывать к баррикадам, призывать к смене власти, это говорит о том, что Абхазия как государство не состоялось. Понимаете, это очень печальное событие, еще по другой причине. Мы должны понимать, что вот такие события очень сильно влияют на репутацию страны. Мы можем получить такое, знаете, такое клеймо, как несостоявшееся государство. Я вижу ключевую проблему. И в этой ситуации она воспроизводится. Мы видели нечто похожее в 20-м году, в 14-м году, в меньшей степени в 4-м, в 5-м. Есть проблема диалога между властями и оппозицией. Они меняются. Да, одни занимают позиции, другие переходят, так сказать, на противоположную сторону. Но нормального диалога, нормальной коммуникации не происходит. Отсюда и подобный экстрим. Как говорят историки, признание Абхазии – пятое по счету. Пять раз нас признавали. А куда ушли четыре? Давайте подумаем над этим. За что отнимали? Все, что происходит сегодня в Абхазии, аукается против России. Все ее недоброжелатели ликуют и злорадствуют. А если Россия использует хотя бы один рычаг давления на Абхазию? Ну, например, приостановить пенсии. Убеленные сединами те, кто вчера штурмовал парламент. Как отреагируют они на это? Хочется верить, что робко звучавшие вчера. Россия – ты наш главный партнер, ты наш главный защитник. Хочу я в эти мысли верить. Давайте на деле все вместе покажем, что это так. Все вместе будем искать выход из сложившейся ситуации. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь мы все успокоились. Нас очень мало. Мы не должны исчезнуть ни как государство на карте, ни как этнос. Свою обеспокоенность. В связи с острой политической ситуацией в Абхазии выражает МИД России, общественная организация Аббаза, Карачаева Черкесской Республики. По защите прав граждан и интересов абазинского народа, представители Абхазской и Московской диаспоры, поддержали президента, руководители Республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации, президент Южной Осетии Алан Гоглоев. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что в РФ обеспокоенной ситуацией в Абхазии было растолковано абхазской оппозиции, как отказ России от законной поддержки власти и пассивность в разрешении абхазского политического кризиса. На это в российском МИДе ответили, что подобные высказывания являются манипуляцией оппозиции, которая пытается ввести в заблуждение населения и использовать ситуацию в своих политических целях. Заявление главы российского МИДа ясно и однозначно демонстрирует обеспокоенность России в сложившейся ситуации. События, происходящие сегодня в Абхазии, негативно влияют на внешний облик республики. Особенно радуются такой острый. Внутри политической ситуации заингурские соседи, отмечают политологи. В любом случае, когда-то произойдет смена власти, я еще раз хочу вам обратить ваше внимание, смена власти. Не всегда такие враждебные напряженные отношения будут между Россией и Грузией. Там тоже когда-то произойдет пример. Примерно на каких условиях? А если мы дадим повод пересмотреть это отношение, которое сложилось в 2008 году, вы думаете, что это не может произойти? И поэтому это очень опасные действия, которые мы сегодня совершаем в Абхазии. Если вам не нравится президент, как работает, власть как работает, все прописано, есть процедура цивилизованная, согласно Конституции. Понимаете, они говорят, это народ решает, это призыв народа. Кто дал им мандат, право от имени народа выступать вот таким образом? Они что, выиграли выборы? Они выиграли президентские выборы? Если у них есть как вытащить страну из кризиса, пусть они обратятся к народу со своей программой, пусть они выступят на выборах, пусть они привлекают программы, чтобы они понравились нам и проголосовали за них. Это обычная цивилизованная борьба за власть. И этого не происходит. Понимаете, остается 3-4 месяца и призыв к свержению власти. Как это понять? Понимаете, здесь нет, знаете, искренности по отношению к своему народу. Понимаете, народ, по большому счету, не всегда все решает. И не всегда конструктивно все решает. Понимаете, призыват на площадь, когда толпа, а это уже действие похоже на толпу, а потом поквестует все иррационально, крушит, разбивает окна. Понимаете, и призывает, что это решение народа, это очень неправильно. Потому что, я еще раз говорю, это в нашей политической практике сложилось. От этого надо избавиться. Потому что, я еще раз говорю, и имя, которое статус, как мы получили, не состоявшегося в государстве, клеймо будет очень тяжело снять. Как это скажется на взаимоотношениях с Россией? Я думаю, что, если не будут какие-то именно антироссийские лозунги выбрасываться, то ситуацию эту переживут. Хотя она дискомфортна. Понятно же, что на Россию смотрят, как гаранта стабильности и безопасности в Абхазии. Если нет этой стабильности и безопасности, или она подвергается вызовам каким-то, возникают вопросы к Москве. Они очень приятные вопросы, безусловно. И имя страдает. Но я думаю, что Москва будет все-таки стараться в определенном образом над схваткой держаться, пока это не выйдет из-под контроля. Вот если какой-то сценарий обвала будет, скатывание гражданскому противостоянию, тогда, наверное, Москва скажет свое слово веское. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, наверное, придумать невозможно. Тем более, что и сроки подошли уже, по сути дела, у нас выборы и так и так должны были состояться в январе, феврале или в марте месяце. Ну, давайте мы войдем в этот процесс, для того, чтобы энергию, которая накопилась сейчас у наших людей в Абхазии, чтобы она была направлена вот в это русло, так сказать, выборное русло. Пускай люди услышат программы, которые будут предлагать кандидаты, значит, президенты и так далее. И люди сделают выбор. Вот мне кажется, вот таким путем, наверное, надо будет пойти. Надеюсь, что все мирно закончится. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц в интервью нашему каналу отметил, что необходимо возвращаться в конституционное правовое поле. По всем внешним признакам налицо попытка антиконституционного государственного переворота. Все признаки попытки захвата и удержания власти. Все происходило на наших глазах, все происходило в глазах граждан Республики Абхазия. Изначальные требования, связанные с ратификацией соглашения, фактически были реализованы, потому что непосредственно сессии с рассмотрением этого вопроса не состоялось. Депутаты парламента не проголосовали за повестку. Вопрос был фактически снят. Несмотря на это, можно предположить, что намерения у тех людей, которые стояли впереди тех наших граждан, которые переживали и беспокоились за совершенно другой вопрос, намерения у этих людей, возможно, были совершенно иные. Чем все это закончилось, мы все увидели, все происходило на наших глазах. Но, наверное, в этой ситуации можно увидеть и плюсы. Первый, наверное, заключается в том, что в том здании, в котором сейчас находятся эти люди, большое количество, предполагаю, экземпляров Конституции Республики Абхазия. И, наверное, есть и было много времени, еще будет время, не спеша ее почитать. Второй плюс, наверное, заключается в том, что мифы о политической кристальности определенных представителей оппозиции развеяны и маски сброшены. Третий, наверное, заключается в том, что мы четыре года твердили, говорили о том, что западные специальные службы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, подчеркивая определенных. Целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в нашей стране, создание вот такого хаоса, совершенно негативного образа нашей страны на международной арене. Когда Соломе Зурабишвили поздравляет абхазских оппозиционеров, протестующих с победой, когда граждане Грузии и граждане Украины в телеграм-каналах передают свои поздравления, можно сделать выводы, задуматься о том, направленном ли мы пути. В то же время наш большой друг, друг абхазского народа Константин Затулин, который стоял вместе с нами всю нашу новейшую историю, задается вопросом, состоялось ли абхазское государство. Но, наверное, это все уже, к сожалению, не так важно. Важно ответить на вопрос, а что дальше? А совершенно неконституционные, не находящие своего отражения в нашем законодательстве, в нашем главном, основном нормативно-правовом акте, в Конституции, какие-то образования, которые планируют взять на себя роль и механизм управления страной, это совсем футуристическая история. Я уверен, что нам необходимо возвращаться в конституционно-правовое поле. Как я уже говорил ранее, Конституция четко отвечает на вопросы, как можно действовать в этой ситуации. Думаю, что президент Республики Абхазии уже обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического, в первую очередь, кризиса. И убежден в том, что путем консенсуса и, в первую очередь, права понимания, понимания системы права и администрирования государства, этот механизм необходим. Редактор Сергей Чхинджири. Редактор Сергей Чхинджири. Корреспондент Республики Абхазии. Корреспондент Республики Абхазии. Я с журналистами Агитарка работаю уже, наверное, десятки лет. За эти годы они были свидетелями различных общественно-политических событий в стране. Они работали с несколькими нашими президентами. Они вполне сформировали свое мировоззрение и профессиональное чутье. И говорить о том, что кто-то из руководства или, не дай бог, еще кого-то их заставляют работать, это просто нелепо и смешно. Каждый журналист выполняет свой профессиональный долг. Мы все приходим на работу и освещаем события в стране. Продолжение следует... Продолжение следует... А также из-за того, что в России они работали, они работали, они работали в стране, они работали в стране. Они привыкли от женщин, уничтожения, науки, науки... Они не понятны, как они эффекты. Они напомнить, что они в основном, это уже сомневая, но они понятны, что если, неутина, они не выражают их на Middle East, Но они будут такие связанные с кем-то врушить. И есть, если у вас всегда есть что-то в школе, чтобы выигралиmittel, несмотря на то, как вам нужно, как прям, он так является ущерб. Вот instantane. Кстати, то есть, что в общественном поле. В нашей стране есть документы, в том числе, что работает в общественную палату. Если у вас есть которая профессиональная певица, Когда он идет в сайте, там он не знает, что он и говорит. В сайте он и говорит, что мы используем их register на сайте, а вот мы не знаем, что они стоят в пятидесят лет, но мы видим, что он вечно говорит, что мы запрятываем им. В этом году мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Но во время работы на основном выгодности в последние 13-ые субтитры, которые завершили окончательство числа по годам, в proximной войне, почему они не должны быть в выполнении от完了узной страны. Но замуж у них в этом году на привлечь его на голову с помощью ассоцией картины. Я принимал ее в целью, которую мы не сможем понимать. В этом году он будет работать лишь. поэтому мы будем делать это большое место в том числе. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Уже зав problèmes работы и уничтожены в силу бы и потому, что теперь пытаемся придумать свою работу. Я не могу это делать. Я не могу их как раз. Я не могу его своих или ими хадата по ба дабжу. Прямо вредно, когда мы знали, что делать. Если мы уже занимаемся, мы не довоем. В результате мы не наказываем, мы не знакомы, но даже в данный момент мы не можем уйти. А мы не видим, в нашем своем консервии, я сказал всем, что решилиwriting в известных городах. Мы делали диндта, это я кема, и это мы подходим к нам. Осталось только, что я нашел fazение, друзья и ясно с таким счет образом, и я и сказала, что они не вытаскиваются, а не знаю, потому что у нас было много посетителей. Если только потом мы посетили, и насчет финансового рождения. Мы хотим, конечно, наиболее не сложить свои вопросы, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...